Так, друзья, всем привет! Сегодня речь пойдет о бесплатной версии Screencast-O-Matic, последней его версии. Значит, как установить, как скачать. Итак, друзья, сейчас я записываю с помощью GeForce Experience, но GeForce Experience идет только у владельцев видеокарт NVIDIA. Для всех остальных Screencast-O-Matic отличная, бесплатная версия отличная программа, плюс она записывает бесплатные версии больше 15 минут. А я на основной странице, заходите, Launch Re-Recorder, ну и после чего у вас скачается файл и вы его запустите. Ну, как я сейчас вот только что запустил и установил, значит, сам файл, сейчас я вам скажу, сколько он весит. Сам установочный файл весит каких-то жалких, значит, 340 килобайт. После чего, друзья, вот она последняя версия Screencast-O-Matic. Вот так она выглядит, заходим в настройки и здесь смотрите, что мы делаем. Ну, во-первых, выбирайте запись полный экран. И, кстати, здесь, друзья, я заметил следующее. Вот почему сейчас надо будет скачивать еще раз, потому что по умолчанию стоит бразильский язык. Ох, елки-палки. Вот, бразильский язык стоит по умолчанию, то есть обычно мы-то привыкли с вами как скачиваем, да, и смотрите, здесь и вроде как бы английский язык, но, видите, выбираем здесь по умолчанию бразильский и выбираем английский язык. Так, где он у нас? Deutsch, Франц, Италия, ну, вот он. И после чего Launch Recorder еще раз. И вот, видите, со второго раза даже не надо устанавливать, он сразу же понял, о чем речь и сразу же включал английский язык. Итак, выбираем Fullscreen записи. Значит, я обычно записываю Fullscreen, ну, или Windows, Active Window. Вы можете указать здесь, видите, разрешение. Вот, либо 720p, да, вот так вот будет все выглядеть. Вот место выбирайте записи. Ну, я рекомендую еще раз, Сайс, выбирать Fullscreen, как у меня FullHD. Значит, время, я уже сказал, 15 минут записи. Здесь у нас еще что есть, выбираем Narration. Это микрофон, сейчас он у меня занят. Ну, сейчас будет второй микрофон, у меня есть еще один микрофон. Ну, вот, собственно, и все. Значит, есть также веб-камера, но она у меня сейчас не показывает, потому что она сейчас занята, записывает. То есть, вот так вот может, ну, то есть, часть экрана записываться с веб-камеры. Ну, и, может быть, оба записывать Both. Это оба, значит, выбираем здесь, где будет веб-камера, да. Веб-камера у нас здесь будет с краю, и веб-камера, естественно, будет записывать вас, и еще весь экран будет записываться. Я же сейчас просто буду записывать скрин, нажимаю Rec, ну, и 3, 2, 1 идет отчет. И, друзья, сейчас я говорю, просто надо говорить вот этот микрофон прямо вот так вплотную и громко, иначе вообще не будет ничего слышно. Итак, это тест, записываем, как слышно, поехали. Ставим на паузу, друзья, после чего выбираем Done и выбираем Save Upload. Вот, ну, и после чего можем, во-первых, прослушать то, что у нас получилось. И, друзья, сейчас я говорю, просто надо говорить вот этот микрофон прямо вот так вплотную и громко. Слышите, да? То есть, есть запись, все слышно. Ну, а далее наводим вот сюда в правый угол и выбираем Save as Video File, и выбираем MP4 по умолчанию. File Name можем здесь поменять, значит, File Name, вот, и выбираем, значит, Folder. Главное, это Folder. Browse выбираем и Folder, вот, место, которое вам будет удобно так записать. Ну, давайте на Disk Key сюда пускай будет. Вот, и нажимаем Publish, теперь идет обработка, то есть, тут надо тратить время. И Browse Folder, открываем папку, в которой наша видеозапись. И вот, собственно, вот она. И, друзья, сейчас я говорю, просто надо говорить вот этот микрофон прямо вот так вплотную и громко. Ну, отлично, она именно Full HD на весь рабочий стол. Итак, этот тест записываем, как слышно. Как видите, все работает, друзья, то есть, последняя версия Screen Customatica работает на отлично. Если вам не будет хватать 15 минут, запишите 15 минут, потом еще кусочек 15 минут, потом склеите в видеоредакторе, ну, можете Windows Киностудия посмотреть у меня, скачать. Там тоже есть ссылка у меня на канале, просто набрать Windows Киностудия. Друзья, вот, собственно, и все. Это была последняя версия Screen Customatica. Работает отлично, работает замечательно, работает без всяких нареканий. И вот, собственно, и все. Ссылка будет, естественно, в описании. Ну, а вам я говорю всего доброго. Всем пока, до свидания.